Геометрические фигуры, фрукты, предметы интерьера. Ребята учатся рисовать натуры. Дополнительный свет, скульптуры из гипса и картины. Здесь живут муза и здесь дети постигают основы художественного искусства. Софья Столярова учится в школе искусств лишь год. Однако за это время много чему научилась, говорит девочка. Я прихожу с очень хорошим настроением, потому что я люблю рисовать. Я изучаю графику, живопись, построение. Художественное отделение охватывает 150 воспитанников. Ребята демонстрируют свои достижения, занимают призовые места в различных конкурсах. Один из последних – конкурс социальных проектов «Наш регион». Юные художники вместе со своими педагогами выиграли грант – 50 тысяч рублей за проект «Волшебные узоры России». Он предполагает создание таких вот совершенно изумительных вещей – игрушек, сувениров, предметов украшения, выполненных в технике хохламской и городецкой росписи. Первое я, конечно, делаю эскиз, то есть рисую лицо, косынку. Второе я начинаю расписывать, вот, расписываю самолюбкое, потом я начинаю это все, оно все высыхает, потом наносите следующий слой и все, и так делается работа. В конце каждого учебного года в школе организуют выставку лучших работ. Это своего рода поощрение особо талантливых ребят. В выставочном зале экспозицию могут видеть все воспитанники школы. Ребята даже из других отделений приходят посмотреть на творчество своих ровесников. Рисунок Маши Шатиловой впервые украшает выставочный зал. По мнению девочки, эта работа не самая лучшая. Однако ее выбрали педагоги, которые сочли работу, на ней изображен кувшин и две луковицы удачные. Я с детства любила рисовать, и как-то у родителей просила, чтобы пойти в художественную школу. Ну и сперва я ходила на танцы, и танцы совпадали с художественной школой. Потом я все-таки решила, что мне рисовать нравится больше, чем танцевать, и пошла в художественную школу. В школе искусств четыре отделения, художественное самое многочисленное. Сейчас идет набор в группы. Все желающие могут прийти сюда и записаться. Адрес детской школы искусств, 6-й микрорайон, АБК-1, телефон 572-92. Айгуль Тушбатова, Алексей Магин, новости Губкинского.